Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ваня Барзиков удивил Лизу Полыгалову. Лиза пишет, Ваня сказал, что я для него маленькая девочка, и вот такой вот сюрприз он устроил. Эти гигантские медведи – новый бизнес Феди Стрелкова и Кристины Лисковец. Они приходили в гости на поляну. Зрители предположили, что, возможно, пара возвращается в связи с новым конкурсом, на котором будет разыгрываться Дом. Как вы помните, на Дом-2 вернулась Лера Фрост. Сергей Захарьяш, который находится в паре с Лилеей Четрару, стал активно ухаживать за Лерой. Определились участники последнего этапа конкурса «Свадьба на миллион». Как вы помните, ребята меняются партнерами. Таким образом, в конкурсе окончательно принимают участие следующие пары. Саша Артемова и Андрей Чуев, Марина Африкантова и Женя Кузин, Гозиас и Захарьяш, Иванов и Ефременкова. Ваня Заря ответил на многочисленные вопросы своих подписчиков. Один из самых популярных вопросов – действительно ли Ольга Бузова такая тупая, как кажется зрителям с экрана? Ваня ответил – Ольга Игоревна знает пять языков мира, у нее высшее образование. Сергей Кучеров решил расстаться с Сашей Харитоновой. Он подумал и пришел к выводу, что на самом деле ему Саша не нужна. После возвращения на поляну, Кучеров позвал Харитонову на разговор и признался ей в том, что у него нет никаких чувств к ней. Костя Иванов рассказал о том, как бывшая жена шантажирует его общением с ребенком. Речь идет именно о шантаже, пишет Костя, так как я всегда был рядом с сыном и никаких претензий у бывшей супруги быть не могло. Я помогаю им материально, делал это и раньше. Но на данный момент бывшая жена не разрешает брать сына за границу. Мария Кахно очень расстроилась и не могла сдержать слез, когда узнала, какое обидное прозвище придумали для нее телезрители. Теперь поклонники проекта зовут Кахно не иначе, как алкашкой. Виной этому ее специфическая внешность, бесконечные истерики и агрессивное поведение в адрес Димы Лукина. Элина Камерен вернулась в Москву из Дубая, где она несколько дней снималась в рекламной фотосессии. Девушка публикует много новых фотографий и видео. И судя по одному из видео, она уже нашла себе спонсора. Зрители сделали вывод, что ей удалось окрутить вполне обеспеченного араба. Имени мужчины она пока не афиширует. Ольга Абузова посетила Грозный. Ее, как и Женю Феофилактову ранее, пригласила в Чечню Айшат Кадырова для съемок в платьях своего модного дома. Ирина Агибалова подала сразу два иска против Татьяны Африкантовой о клевете, порочащей честь и достоинство. В эфир вышла передача на канале НТВ, тема которой была война Агибаловой и Африкантовой. Как вы помните, Ольга Васильевна Гобозова тоже ездила на съемки этой передачи. Ей очень хотелось насолить своей невестке Аляне Гобозовой. Но выступление Ольги Васильевны было полностью вырезано из эфира и даже саму женщину ни разу не показали. Теперь над ней все откровенно потешаются. Тата Абрамсон сообщила, срок своей беременности у нас уже 18 недель. «Наш малыш как манго», написала Тата. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.